Владимирская область, несмотря на трудности, демонстрирует позитивную динамику. Госдума заслушала отчеты правительства и Центробанка о реализации антикризисного плана за первые полугодия этого года. Задача антикризисного плана, который был утвержден в январе, обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной стабильности. Депутат Игорь Гошин, представляющий в Госдуме Владимирскую область, считает, что наш регион по сравнению с соседними выглядит хорошо, а благодаря диалогу с представителями правительства есть возможность улучшить показатели. Владимирская область сейчас выглядит очень достойно. Если все окружающие регионы допустили падение промпроизводства, то у нас промпроизводство выросло на 9% сейчас. Это очень серьезный показатель за последний период. Мы не допустили падение объема инвестиций. Это феноменальный показатель по сегодняшней ситуации в Российской Федерации. Именно таким регионам, как наш, нужно увеличивать и федеральный бюджетный кредит, и нужно увеличивать субсидии федеральные. И мы сегодня от министра финансов эти обещания получили. Также депутат затронул проблему необходимости поддержки малого и среднего бизнеса. С этим вопросом он обратился к главе счетной палаты Татьяне Голиковой. В свою очередь, председатель палаты сообщила, что новые предложения по реализации мер в данном направлении заслуживают внимания. Мы очень рассчитываем, что то решение, которое принято правительством о создании новой структуры, федеральной корпорации среднего и малого бизнеса, и те предложения, которые сейчас этой новой структурой разрабатываются, дадут свой эффект. Решения, принятые на заседании в Госдуме, поспособствуют дальнейшему динамичному развитию экономики региона и реализации антикризисных мер. Анастасия Белова, Новости Муром.